Да-да-да-да, я знаю этого парня, 3 из 3 выдаёт. Чёрт! Чёрт, вы вагасы! На каком проекте вы играете? Эй, спокойно, чувак, спокойно, чувак, Аризонт Редрок! Аризонт Редрок, какой промокод ты вел? Промокод фиг, фиг! Что ж, и сколько было ты получил на старте? Эй, чёрт, я ещё ничего не получил, только зарегался, только зарегался! А, сори, я думал, Жирнов тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз собирался. Самое время проводить его на самый крутой сервер. Ха, ну что ж. Добро пожаловать в Аризонт Редрок! А здесь находится ваш промокод 200 тысяч! Ведём его на шестом левле и разбогатеем! Ха! Всем здорова, чуваки, с вами снова я, Хик, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами улицезреем что-то необычное, что-то непонятное, что-то новое в GTA San Andreas, потому что именно сегодня, именно в пятницу, не знаю, какое число, но именно в пятницу, в 3 часа ночи, рядом с зоной 51, в GTA San Andreas случаются необычные вещи. На первый взгляд вы подумаете, ну да, так и есть, потому что это правда всё! А видео было создано при поддержке компании 1xbet, где множество спортивных дисциплин, в том числе и киберспорт. Быстрая работа сотрудников, мгновенные выплаты, где вы всегда сможете найти море интересной информации о любом виде спорта. Проходите, регистрируйтесь, ссылочку можно найти в закреплённом комментарии под видео. В пятницу, в 3 часа ночи, зона 51 проводит ядерные испытания. И дело в том, что Карл, свидетель всего этого. Недавно на каких-то форумах, там в Даркнете, я прочитал, что именно в пятницу, в 3 часа, в GTA San Andreas об этом очень мало кто знает. Об этом никто не знает, кроме меня. Ну и пользователи Даркнета. Я не знаю, что произойдёт. Действительно это правда или нет. Сейчас вот просто решил зайти, записать этот момент. Будет так оно или нет. У вас как раз есть 30 секунд для того, чтобы поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий. Ну, по увиденному, потому что я тоже не знаю, что произойдёт. Так, у нас остается 15 секунд. Надеюсь, вы уже поставили лайк, поставили комментарий. Пролетает самолёт. Так и должно быть. На форумах так и писали, что прилетает самолёт. И координаты подобраны точно вот, как я стою. То есть, пытайтесь это так же. Пытайтесь так же встать. И 4. 3, 2, 1. О! 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 В смысле? Это действительно работает? Пятница, 3 часа ночи. Координаты подобраны правильно, самолёт пролетел. Всё, как писали пока. И! Пошёл взлёт! Это действительно невероятно, потому что зона 51 запустила ядерную боеголовку. Господи, и Карл Джонсон, походу, внутри неё оказался. Оказался, да. И она полетела стремительно вверх. Я изменил сейчас вид для того, чтобы вы просто увидели. Улицезрели эту ракету и что с ней не так? Реально полетела вверх. Насколько высоко она поднимется, я пока не знаю. Я, конечно, прочитал статью, но мне было интересно именно до конца её не дочитать, потому что я хочу всё увидеть сам. Прочитал только оглавление, типа, ля-ля, в 3 часа ночи, в пятницу, когда Сан-Андреас. Зона 51 проводит испытания. Господи, что это было такое? Что-то там осталось. Так, отлетают балласты, как я понимаю, у ракеты. Для того, чтобы её облегчить. Что-то где-то я в этом вычитал. Так, и она зависла. Просто зависла. А! Ещё какие-то странные толчки вверх. Неужели мы до космоса таким образом доберёмся? Не знаю, пока непонятно. Стремительные рывки вверх. Происходят сейчас на экране вашем и на моём. Капец. Я вот сколько уже играю в GTA. Обратите внимание, что вот, пожалуйста, 2271 час проведено в игре. И я вот об этом не знал. Пятница, 3 часа ночи. Как видим, это действительно работает. Darknet не в ряд. Ни в коем случае. Так, подвисание звука как-то происходит. Звёзды. Звёзды сошлись. Две звезды всего в космосе. А, нет. Больше. Rockstar Games. Блин, всё так, как и писали. Логотип Rockstar Games. Обратите внимание, что звёзды именно вот так вот сходятся. Как бы R. Я же говорил, это пасхалка. Пасхалка Rockstar Games, которую вообще никто почти не знал. И, пожалуйста, какой-то странный серый мир. Блин, с тем самым огоньком, да. Где писали, что вот это... Что-то непонятное. Тоже мало кто в этом разбирается, но... Как видим, кругом ничего. Это космос. И... Какой-то фонарик непонятный. Так, сейчас, походу, ракета уменьшилась в их размерах. Ракета уменьшилась. Опять. Увеличилась. Мы стремительно летим вверх под взрывы гранатомёта. Капец. И как вообще подобное можно было скрывать? Непонятно. Действительно непонятно. Так. И остановилась. Ракета начала переворачиваться. И лететь стремительно куда-то в сторону. Интересно, куда она полетела сейчас? И опять этот пролаг в звуке. Навык водителя. Интересно, да. Так, и всё. Видимо, ей надоело лететь в сторону. И она полетела вниз. О боже, что происходит? Меняется экран. Эпилептиком прошу не смотреть, потому что это... Кадры не для слабонервных, не для эпилептиков. Какая-то красная хрень внутри ракеты непонятная. Стремительно летит вниз. Видимо, набрала высоту достаточную. И теперь полет... Потом полетела в сторону. Потом полетела вниз. Она сейчас, походу, упадёт на штат Сан-Андрес. Боже, нет. Это, походу, неудачное испытание зоны 51. Потому что их политическая ракета летит прямо в них же. Идиотизм. Но он таков. Да, реально стремительно летит вверх. В смысле вниз. Вот так вот она и летит, пацаны. Да, чтобы вы понимали. О, о, нет. Да, действительно. В месте запуска. О. И у меня... Кто бы что ни говорил. Но за... Это мне дали... Так, что с ней теперь встанет? Она перевернулась и летела обратно. Странное какое-то оружие, если честно. Ну, вот после него остался такой густок дыма. И самое интересное, что после этого якобы безумного трюка у меня забрали, наоборот, деньги. Вы где видели, чтобы у Карла, вместо того, чтобы дать деньги за безумный трюк, они вас забирают в минус? Ну, то есть, скорее всего, это испытание стоило каких-то денег из бюджета. И, пожалуй, Карл Джонсон должен был их возместить. Да, немножко странно работает, но... Сама такова суть. Ракета летела более четырех минут. И приземлилась там. Ну, немножечко, немножечко от того места, где производился запуск. Капец, безумие просто и отвага, пацаны. И дальше буду чекать форумы Даркнета. Если что-то мне понравится, я решу это проверить и показать это вам, я обязательно сделаю об этом видеоролик. А с вами был Хик. Надеюсь, вам видеоролик понравился. Вы поставите лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Если вы знаете что-то, какие-то лазейки, какие-то секреты, тайны, пишите об этом в комментариях. Я пролайкаю, там, про пришельцев. Тоже много всего есть в Даркнете. Возможно, вы об этом напишите. Все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok